Приветствую, друзья! Всем добра, здравия и благоразумия! Вы сильно удивитесь, но это кадры из документального фильма, выпущенного, обратите внимание, в октябре 2019 года. За два месяца до того, как в больнице китайского Уханя был обнаружен так называемый нулевой пациент с симптомами неизвестной ранней пневмонии. Сегодня вы узнаете, через кого финансируется весь тот ужас, который сейчас происходит в мире. Кто участвует в уничтожении человечества? Кто является настоящими организаторами конца света 2020-2030? Как вывести более совершенную расу и как уничтожить или стерилизовать тех, кого они считали неполноценными? Сегодня вы узнаете, через кого финансируется частичное уничтожение и порабощение человечества. Сегодня вы узнаете о дьявольском клубе или дьявольской организации, а может быть в фонде, называйте как хотите, суть от этого не меняется. Последствия катастрофичны. 65 миллионов человек погибло в первые 18 месяцев. За теми, кто на беду, есть и те, кто стоит еще за ними. Компании входят в так называемую инициативную группу по учету тех, кто принял вещество, а того сами знаете чего, и тех, кто вещество не принял. В 30-е годы 20 века фонд финансировал евангелические изыскания немецких нацистов, даже после того, как стало очевидно, чем это грозит немецким евреям. Семья стоимостью в 500 миллиардов тихо правит миром. Ротшильды – одна из самых скандальнейших и богатейших семей в человеческой истории. Два века назад их капитал был самым большим в мире, каков он сейчас, точно подсчитать невозможно. Они начинали с банковского дела, а сегодня зарабатывают на различных предприятиях и операциях. О Ротшильдах есть много теорий заговора. Считается, что эта семья стоит за важнейшими событиями в истории человечества, такими как, к примеру, убийство президента США, геноцид миллионов людей и так далее. Популярна теория о связях Ротшильдов с иллюминатами. Это иллюминаты. Иллюминатии – тайное общество, посвятившее себя поиском научной истины. Католическая церковь жестоко расправилась с его членами. Это их месть. В 1972 году Мари-Элен де Ротшильд устроила таинственный званный ужин – сюрреалистический бал в Шато де Фюрье, Франция. Возможно, это был их тайный съезд. Там присутствовали знаменитые гости, в том числе художник Сальвадор Дали и актриса Одри Хёббёрн. Все были одеты в необычные костюмы. На хозяйке было одето белое платье и маска оленя, плачущего бриллиантовыми слезами. Снаружи шато освещалось красным светом. Это говорит о том, что внутри проводились сатанинские обряды. Гости сидели за столами, украшенными частями кукольных тел, символизировавшими жертвоприношения. На совести этой семьи как минимум один мировой экономический кризис. Во время наполеоновских войн Натан Ротшильд в огромных количествах продавал британские облигации, зная, что Британия побеждает. Другие маклеры решили, что Франция побеждает, а Британия проигрывает. Поэтому последовали его примеру. Цена облигаций обвалилась. Вслед за ней и британская экономика. Натан скупил облигации за бесценок. В результате ему принадлежали все до последней облигации, выпущенные английским банком в 1815 году. Когда война завершилась победой Британии, стоимость британских облигаций взлетела до небес. Натан заработал на этом 20%. Таким образом, Ротшильды завладели контрольным пакетом акций английского банка и, соответственно, всей британской экономики. Они и дальше использовали свое состояние, чтобы манипулировать экономиками других стран для собственной выгоды. В одной из конспирологических теорий у мировой элиты существует четкий план по радикальной перестройке жизни на Земле. И немаловажную роль в разработке и осуществлении этого плана играет клан Ротшильдов. Как считает доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук Валентин Катасонов, В этой гипотезе есть правдивая составляющая. В беседе с Саиф в Белоруссии экономист процитировал фрагмент из книги Жака Атали, который, по словам Катасонова, давно стал рупором семейства Ротшильдов. Книга «Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50 лет» была издана в 2006 году, и это, уверен эксперт, не просто прогноз, а попытка конструирования нашего будущего. Автор разбил ближайшие 50 лет человечества на 5 этапов, последним из которых станет создание так называемого «дивного нового мира». Это глобальный и унифицированный человейник, говоря словами философа Зиновьева, и том там задает некое мировое правительство. Однако пусть к этому раю, в кавычках, конечно же, будет страшным. На четвертом этапе мир накроет масштабная война, в которой выживут немногие. Атали считает, что сейчас мы находимся на первом этапе ослабления Америки и утраты ею статуса сверхдержавы, что мы сейчас и наблюдаем, добавил Катасонов. Более того, сам Атали в конце 2020 года заявил о том, что первый этап уже закончился. Итак, начнем с основателя зловещей империи Рокфеллеров, Джона Рокфеллера. Он был первым в истории человечества долларовым миллиардером. Он прожил целых 97 лет и застал два столетия. Жил он с 1839 по 1937 годы и заложил несколько основных постулатов американского предпринимательства. Его дети построят Empire Street Building, несколько крупнейших в мире благотворительных центров и промышленных объектов мирового значения. В 1870 году Джон Дэвисон, который через несколько лет основал тот самый фонд Рокфеллера, открыл также и свою компанию, занимающуюся нефтью. На чем и в итоге сказочно разбокател. На сегодняшний день состояние семьи Рокфеллеров оценивается приблизительно в невероятные 2,5 триллиона долларов. Но это только то, что известно общественности. А реальное же состояние этой семьи, скорее всего, во много раз больше. Интерес Рокфеллера к благотворительности в крупных масштабах появился в 1889 году под влиянием Эндрю Карнеги, который опубликовал эссе «Евангелие богатства», что побудило его написать письмо Карнеги, восхваляющее его в качестве примера для других богатых людей. Фонд Рокфеллера основан Джоном Д. Рокфеллером вместе с его сыном Джоном Д. Рокфеллером-младшим и Фредериком Т. Гейтсом в штате Нью-Йорк в 1913 году. Штаб-квартира расположена по адресу 420 Fight Avenue City, Нью-Йорк. Сейчас она находится на ваших экранах. После смерти Джона Дэвисона Рокфеллера фонд унаследовал его единственный сын. В 30-е годы 20 века фонд финансировал евангелические изыскания немецких нацистов, даже после того, как стало очевидно, чем это грозит немецким евреям. Если благотворительность мотивируется любовью к нашему ближнему, то гранты Рокфеллера нет. Возьмем, к примеру, медицинские исследования. В период до 1939 года и начала войны фонд Рокфеллера финансировал биологические исследования в институте Кайзера Виллигельма в Берлине. Это была нацистская евгеника. Как вывести более совершенную расу и как уничтожить или стерилизовать тех, кого они считали неполноценными? Простыми словами, Рокфеллер финансировал нацистскую евгенику. Компания «Стандарт-Ойл» Рокфеллера также нарушала законы США, чтобы втайне подставлять нацистским ВВС дефицитное топливо во время войны. После войны братья Рокфеллеры организовали переезд в США и в Канаду ведущих нацистских ученых с подчищенными документами, участвовавших в ужасных экспериментах над людьми, чтобы они продолжили исследования в области евгеники. Многие работали в совершенно секретном проекте ЦРУ МК «Ультра». В 1950-е годы Рокфеллеры основали Совет по делам народонаселения для проведения евгеники, замаскированный под исследование населения для контроля рождаемости. Братья Рокфеллеры были ответственны в 1970-е годы за совершенно секретный проект правительства США, руководителем которого был советник по национальной безопасности от Рокфеллеров Киссинджер. Проект NSSM-200 назывался «Потенциальные последствия роста населения в мире для безопасности США и заокеанских интересов». Проект утверждал, что высокий рост численности населения в развивающихся странах с таким стратегическим сырьем, как нефть или минералы, является угрозой национальной безопасности США, так как большое число населения требует экономического роста с использованием этих ресурсов внутри страны. Фонд Рокфеллера профинансировал совершенно секретные исследования мира и войны в Нью-Йоркском Совете по международным отношениям, самом влиятельном частном аналитическом центре США по внешней политике, который также контролировался Рокфеллерами. Их проект смотрел на геополитическую карту мира и планировал то, как США сменят Британскую империю, как фактически самая господствующая империя в мире. И создание Организации Объединенных Наций было важной частью этого. Братья Рокфеллеры пожертвовали землю на Манхэттене для штаб-квартиры ООН, и в процессе этого заработали миллиарды на повышении цен на примыкающие участки земли, которыми они также владели. Это тот самый Рокфеллеровский метод благотворительности, который заключается в том, что любая безвозмездная помощь рассчитана так, чтобы увеличить богатство и влияние этой дьявольской семьи. После войны Дэвид Рокфеллер доминировал во внешней политике США и бесчисленных войнах в Африке, Латинской Америке и Азии. Группировка Рокфеллера создала холодную войну против Советского Союза и Альянс НАТО, чтобы удержать возрождающуюся Западную Европу в положении американского вассала. Официально основными направлениями действенности фонда Рокфеллера в наше время являются исследования в сфере медицины, образования, выделения грантов и стипендий в сельском хозяйстве, общественной сфере, а также для изучения различных проблем, связанных с глобальной защитой окружающей среды, финансирования построения демократического общества, повышения культурного уровня и развития. Звучит неплохо, не так ли? Но не заблуждайтесь. Это всего лишь лживая обложка страшной действительности. В вышедшем еще в мае 2010 года докладе фонда Рокфеллера о будущих принципах филантропической действенности практически один в один была описана нынешняя мировая проблема, которая охватила Землю в 2020 году. И причем с деталями, наводящими на мысль, что авторы заглядывали в будущее. А уже в середине 2019 года на основе этого доклада по указанию ООН было снято целое, как его тогда назвали, тренировочное видео – вставка. Постепенно начали заболевать фермеры. У заразившихся людей начались респираторные заболевания. Симптомы варьировались от гриппа до тяжелой пневмонии. Тяжелобольные нуждаются в интенсивной терапии. Многие умерли. Авиарейсы отменены. Упала продажа билетов. Люди больше никуда не летают. Экономика стран, сильно зависимых от туризма, упала. Последствия катастрофичны. 65 миллионов человек погибло в первые 18 месяцев. Глобальная экономика в свободном падении. ВВП упал на 11%. Фондовый рынок упал на 20-40% по всему миру. Все были в страхе и неуверенности. Бизнес не брал кредиты, банки не давали взаймы. Все просто хотели переждать этот шторм. Вы сильно удивитесь, но это кадры из документального фильма, выпущенного, обратите внимание, в октябре 2019 года. За два месяца до того, как в больнице китайского Уханя был обнаружен так называемый нулевой пациент с симптомами неизвестной ранней пневмонии. За неделю случаи заражения могут удвоиться, а за месяц возрастут в 16 раз. Если не удастся остановить распространение, через три месяца может быть 10 миллион разораженных по всему миру. Жуткие кадры умирающих пациентов, интервью докторов с пугающей статистикой, круглые столы чиновников с дискуссиями о том, как спасать мировую экономику. Этот захватывающий документальный триллер демонстрировался участникам мероприятия под названием «Ивент 201». Известные ученые, врачи, политики, финансисты и общественники собрались в Нью-Йорке, чтобы, грубо говоря, проиграть сценарий. В начале 2021 года ряд крупнейших IT-компаний, среди которых такие мастодонты, как Microsoft, Oracle и Salesforce, объявили о развитии единого паспорта, приема того самого якобы спасительного вещества от того сами знаете чего. Все данные в этом паспорте будут зашифрованы и хранятся в виде QR-кода в онлайн-кошельке пользователя на телефоне. Компании входят в так называемую инициативную группу по учету тех, кто принял вещество от того сами знаете чего и тех, кто вещество не принял. Вот примеры приложения этих паспортов. По данным газеты Financial Times проект финансируется. Кем вы думаете? Да-да, тем самым фондом Рокфеллера, который также уже создал некий Альянс ID-2020 по разработке глобальной идентификации личности, к которому просят присоединиться крупнейшие корпорации и правительства мира. Впрочем, просить долго не пришлось. Многие страны уже всерьез обсуждают начало использования QR-паспортов в ближайшее время. В первую очередь, это такие страны, как Испания, Эстония, Исландия, Бельгия, Дания, Польша, Британия, Канада, Израиль и многие другие. И вот на ваших экранах часть участников данной программы. Эксперты высказывают опасения, что эта технология может стать еще одним способом слежки за людьми и нарушением прав человека. Людей разделяют по признакам здоровья, что нарушает права человека. Информация будет храниться на сервисах Microsoft, Google, Apple и других IT-компаний, которые не всегда используют данные пользователей по назначению. К тому же, этот паспорт в дальнейшем будут использовать и в карательных целях. Например, вас могут не пустить в транспорт, отель или на любое общественное мероприятие, если вы не приняли то, сами знаете, какое вещество. Член коллеги адвокатов Германии и Калифорнии с 26-летним стажем работы Рейнер Фулмич с 10 июля 2020 года является одним из четырех членов исследовательской комиссии по той самой мировой проблеме, которая охватила нас в 2020 году и продолжает набирать обороты сейчас. Собранные комиссии свидетельства дают право утверждать, что якобы природная проблема, охватившая Землю в 2020 году, на самом деле является рукотворным преступлением против человечества. И у нее имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного кодекса. Продолжение следует...